Готово! О, целый комикс про нас! А выложишь в интернет, станем знаменитыми! А не боитесь стать слишком известными? Славы много не бывает! Ой, а это что? Ммм, неужели сама нарисовала? Все-таки котен у меня талантище! Подписчики оценят! Тайна фиксиков! Тайна фиксиков! Тайна фиксиков! Тайна фиксиков! Тайна фиксиков! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! КОНДИЦИОНЕР Он сказал, что собаку на них съел! Пусть докажет! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Леон! Ку-ку! Тихо-ку! 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 Я и без пульта справлюсь Ха-ха! Моя взяла! Ну, держись Летом в комнате с кондиционером комфортно Но сидеть прямо под ним не стоит Можно заработать насморк Или застудить спину и провести каникулы дома Еще важно помнить, что кондиционер не делает воздух свежим Погоняет один и тот же Поэтому квартиру все равно нужно проветривать Несколько раз в день Играя в жаркий день на улице Старайтесь чаще бывать в тени А на солнце носить панаму Мазаться защитным кремом И пить воду И осторожнее с мороженым Чтобы не заболело горло Кстати, если взять садовый шланг И позвать пару друзей То освежающими станут даже обычные залочки Мне холодно! А мне жарко! Холодно! Жарко! Так вот оно что! Тоже мне фиксики! Остановитесь! Остановитесь! Вы его почти доломали! Ну вот! Я предупреждаю! А-а-а-а-а! Помогите! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Помогите! Игрик! Ты зачем в террариум полез? Леона испугал! Ха-а-а! Вот, пожалуйста! Игрик и заморозил! Да! Это все ты со своей духотой! Я? Да если бы не ты! Я... Эй! Ты куда? А чинить кондиционер? Чинить? М-м-м! А еще говорил, собаку на кондиционерах съел! А самого четь-хамелеон не слопал! Память! Ой! А-а-а-а! А-а-а-а! Кем делать? Ой! Поосторожней! Ой! Наводишь творческий беспорядок? Хе-хе-хе! Да! Это мама сказала выбросить все ненужное! А что здесь ненужное, я пока не решил! Помочь? Давай! Так! Это сюда! Это тоже сюда! Эй! Это же колесико от моей первой машинки! Оставлю на память! Ну, колпачок-то уж точно не нужен! Нужен! Он от Катины ручки! Тоже на память? Ага! А фонарик? Он не работает! Понял-понял! И кубик! Крепко ты его тогда склеил! Хе-хе! Круто ты все помнишь! Как компьютер! Память помогает человеку ничего не забыть! В ней, как в огромной библиотеке, хранится все, что люди узнают за свою жизнь! И эти запасы растут каждый день! У компьютеров, планшетов и телефонов тоже есть память! Только кончается она в самый неподходящий момент! Но это легко исправить! Ставить карту в память, скачать лишнее на жесткий диск или загрузить в облачное хранилище! Ну все! Память заполнили! Вот теперь все! Эй! Нас с папушем из-за этого перышка чуть не выбросили! Вот именно! И мы в мусорке и место! Это тоже память? Нет! Ты целую коробку собрал! Моя коробка! Что хочу, то я оставлю! Смотри! А? Отпусти! Или ты мне не друг! Дим Димыч, вот молодец! Столько мусора собрал! Нет, мам! Это все мне нужно! И это тоже? Может, из твоей комнаты кладовку сделать? Кровать в коридор поставим! Это еще почему? Потому что места скоро здесь совсем не останется! Давай ты все-таки выберешь самое ценное! Ладно! Все! Вот и замечательно! Это самое ценное! Правда! Уговорил! Нолик! Мама ушла! Нолик! Ты где? Хранить воспоминания помогают памятные вещи! Снимки, рисунки, статуэтки, магниты, да что угодно! Но когда их слишком много и они лежат в беспорядке, приятные моменты быстро улетучиваются! Поэтому фото и картинки можно отсканировать и хранить в компьютере, фигурки красиво расставить на полке и протирать их от пыли! Но даже если что-то вам больше не нужно, не выкидывайте сразу! Лучше придумайте, как использовать это по-новому! Так даже треснутый чайник может стать цветочным горшком! А еще прежде чем купить новую вещь, хорошенько подумайте! Вдруг она у вас уже есть? Нолик! Ты обиделся? Но Нолик! Мама! Стой! Нолик! Живой! Я так испугался! Меня опять чуть не выкинули! Ну, хватит дуться! Я же извинился! Хм! И перо сохранил! На память! А? Чтобы больше не ссориться! Может, все-таки выбросим? А то второй раз из-за него страдаю! А как же память? Такое не забудешь! Ну вот я кое-что другое прихватил! На память! Пантик? Ага! Помнишь, как ты конфет объелся? Тебе еще зуб вырывали! Когда? Ха-ха-ха! А память-то у тебя дырявая! Икота! Последний раз, говорю, плохая затея! Да это просто шутка! Не смешная! Симка, ты зануда! Сегодня же день смеха! Вот увидишь! Будет весело! Катя, это тебе! Думаешь, я не помню про первое апреля? Какое первое апреля? Хитренький! Ну и что там? Лягушка! Таракан! Меня таким не напугаешь! Вы что, совсем ку-ку? Первое апреля, никому не верю! Я так заикой стать могу! Ты чего? Мы же пошутили! Смешно! Ну вот, доигрались да икоты! Люди дышат легкими, а помогает им в этом мышцы межреберная диафрагма. А не сокращается, мы вдыхаем, расслабляется, выдыхаем. Путь воздуха лежит через голосовую щель, и если проглотить неразжеванную пищу, выпить много воды залпом, или просто испугаться, сокращение происходит чаще, а края щели быстро смыкаются. Из-за этого препятствия возникает резкий звук, и начинается икота! Вроде все. А ты, Симка, переживала! С икотой шутить нельзя! Опять? Так, задержи дыхание! Держи, держи! Не могу! Ну как, прошла? А-а-а! Тебя просто кто-то вспоминает! От этого и икота! Точно! А кто? Мама? Нет! Папа? Нет! Кусачка! Какая кусачка, Норик? Ну да! Хамелеон? Учительница? Дед Мороз? В апреле! Так, нужен другой способ! Норик, ты чего молчишь? Нечего предложить! А-а-а! Вот и есть! Ха! Надо прыгать на одной ноге и считать вслух! Что? Ха! Рассказывай! Тогда сама придумывай! Ха! Ладно! Надо пробовать! Ха! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! А долго считать? А-а-а! Я пока не придумал! То есть, это ты сейчас сочинил? Зато и копий больше нет! Правда? Какой же ты ноличек молодец! Люди так обожают шутить, что даже придумали праздник! День смеха! В этот день дети и взрослые разыгрывают друг друга с давних времен! Например, 300 лет назад толпа горожан собралась посмотреть уникальное представление! Но когда занавес раскрылся, на сцене было пусто! Ну, что делать? Первое апреля никому не верю! А однажды по телевизору показали репортаж об урожае макарон, которые растут на деревьях! И многие поверили! Вот умора! Розыгрыши и шутки – это здорово! Главное, чтобы они не были обидными! Прежде чем пошутить, подумайте, было бы вам смешно от такого розыгрыша! Я слышал, что один человек почти сто лет икал! Его тоже друзья напугали! Идея! Надо съесть что-то кислое! У тебя лимон есть? Класс! Вот сам и ешь его! Мне-то зачем? Ты же икаешь! Да это все из-за твоих дурацких розыгрышей! Я виноват, что ты шуток не понимаешь! Ай! Что это? С первого апреля! И ты туда же! Ну, хоть больше не икаешь! Ой! И правда! Шла Симка по шоссе и тащила винтик! Ура! Ты бычь! Кажется, это заразно! Спокойно! Я знаю проверенный способ! Энергосбережение! Итак, теперь вы знаете, как важно беречь энергию! Так-то лучше! Урок окончен! Все свободны! Малик, ты куда? Мы же дежурим! А я не могу! У меня дела! Интересно, какие? Мне надо энергию сберегать! О! Чего? Забыли, что деду сказал? Современная техника умеет экономить энергию! Для этого в планшетах, ноутбуках и телефонах есть режим энергосбережения! Он снижает яркость экрана, не дает приложениям быстро съедать заряд и устройство работает намного дольше! А такие приборы, как, например, телевизор или микроволновка лучше вообще отключать, когда ими никто не пользуется! И, конечно, уходя, гасите свет! А ну его? Это Ноликово сберегательство обыкновенное лентяйство! Есть у меня одна идея! Все, что за мной это у вас! Энергосберегающий фиксик! Звучит красиво! Ну, я побежал? Нет, нет, нет! Ты что? Всю энергию по дороге растеряешь! Ладно, тут посижу, посмотрю, как вы работаете! Симка, там за вентилятором грязно! И что бы мы делали без твоих ценных советов? Кир, ты не все вытер! И тут тоже! От болтовни тоже энергия теряешь! Тяжелый? А ты на бок поставь! Легче будет! Да не так! С другой стороной! Хорошо, что хоть кто-то из нас бережет энергию! Молодцы! Как у вас дружно получается! Теперь надо вон тот угол почистить! Может, поможешь? Не, мне пока нельзя! Эй! Куда вы подевались? Подежурить кто за вас будет? Симка! Давай пас! Наила! Ловлю! Эй, куда? Эм, ну че? У тебя, Ноличек, режим! Энергосберегающий в мяч неиграющий! Некоторые приборы съедают столько энергии! А другие молодцы! Работают так же, а электричество экономят! На новой технике сейчас можно увидеть вот такую этикетку с цветной шкалой! Если отмечен красный цвет, то перед тобой обжора! А если зеленый, умная машина, техника класса А! Экономя энергию, она бережет природу, но ты и сам можешь помочь планете! Вот холодильник, закрывай его плотно, и не ставь туда горячую еду, чтобы не морозил зря! Не сиди часами с планшетами и телефонами, чтобы заряжать их реже! Да и читать гораздо лучше не при электрическом, а при солнечном свете! Вау! Ура! 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 Не честно! Я тоже хочу играть! Правда? А как же твой режим? Да я уже столько энергии сберег! Вау! Лови, Гей! Фрик, лови! Ну давайте, вы чего? А вам не кажется, что нам тоже надо поберечь энергию? А мне что делать? Одному играть? Я знаю, на что потратить твои накопленные силы! Нолик, давай тщательнее! Там еще грязь осталась! Правее, правее! И что бы ты делал без наших ценных советов? Хе-хе-хе! Может, поможете? В другой раз! Сегодня мы энергосберегающие пищи! Гироскутер Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер Гироскутер похож на скейтбот, но с большими колесами, в которых есть электромотор. Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал мотором. Можно ехать! И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор. Но это не беда! Главное не кататься по лужам и сугробам. Если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться. Так ты дома прокатись! Нет! Тут пол кривой! Хе-хе-хе! Может, ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну, езжай! Не могу! А, его включить надо! Ой-ой-ой! Да говорю же, это все пол! Я бы даже на самокате упал! Ага, конечно! Хе-хе-хе! Если ты такой профи, покажи, как надо! Легко! Инструктор Долик всему тебя научит! Повторяй за мной! Только шлем надень! Вот так! А-а-а! Ой-ей! Ай! Хм... Попробуй двумя ногами запрыгнуть! Ой-ой-ей! Ай! Ух! Хм... Давай задом наперед! Страшно! А ты глаза закрой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А-а-а! Я же пошутил! А-а-а! А этот шлем тебе идиот! Хе-хе-хе! С таким тренером никакой шлем не поможет! Ах так! Да это тебе! Никакой тренер не поможет! Я и сам научусь! Давай-давай! Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет, но падать у него лучше получается! Вообще-то дома кататься нельзя! Это все знают, кроме вас! Но дома можно научиться держать равновесие! Давай покажу! Только защиту надень! Да-а-а! Пока-па! 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 Класс! Симка, ты настоящий тренер! Теперь я и кататься смогу! Оп! Симка! А как? Тормози! Стой! Куда? Куда-куда-куда? Ай-яй-яй-яй-яй! Хорошо, что он в шлеме! И в защите! На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра. Поэтому управлять таким транспортом надо осторожно. Всегда надевайте защиту и шлем. Пока едете, будьте внимательны, смотрите под ноги и по сторонам. Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит? А если надо перейти дорогу, слезьте со своего транспорта и идите пешком. Помните, что кроме вас на улице есть и другие участники движения. Каждому должно быть удобно. Пешеходы гуляют по своим дорожкам, вы катаетесь рядом, а автомобилисты едут по проезжей части. Здорово! Когда все уважают друг друга. Дим, Дим, ты цел? Мы же договорились, дождь закончится и пойдем. Что, не терпится испытать? А, ладно, я тоже разочек прокачусь. Сейчас папа тебе мастер-класс покажет. Кажется, это у них семейное. Любой человек, когда садится на велосипед или встает на самокат, сразу становится водителем. А значит, должен кататься по всем правилам. Совершенно не важно, ребенок он или взрослый. Это касается каждого. Но когда водитель превращается в пассажира, думаете, можно расслабиться? Как бы не так. Тут тоже свои правила. Самое главное – пристегнуться. И напомнить другим, если они забыли. Во время поездки не высовывайтесь в окно. И тем более не открывайте на ходу дверь. А еще, пожалуйста, уважайте водителя. Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла, лучше посмотрите мультики. Сенсорный экран Ну как? Приклеил намертво. Дим Димыч, наконец-то! Мы пока тебя ждали, все, что можно, уже починили. Почти все. А я к докладу готовился. Птицу фотографировал. А тут понятно воробей. Это сойка. Вот синица. Смешная, да? И самое главное – бам-бам-бам! Это что? Я снегиря хотел сфотографировать. А получился какой-то бам-бам-бам-бам. Все из этих дурацких перчаток. Пока я их снимал, снегирь уже улетел. А зачем же ты их снимал? В них ничего не нажимается. Значит, надо сильнее жать. Не поможет. Ты что, не знаешь, как работает сенсорный экран телефона? Нет. И я нет. Ну, вы даете им. Хорошо, что у вас есть кто-то, кто знает все. И этот кто-то ты? Да. Под стеклом сенсорного экрана течет электрический ток. От тела человека умеет его проводить. Поэтому, когда к телефону или планшету прикасается палец, часть тока утекает. Люди этого не чувствуют, потому что заряд очень слабый. Но датчики, которые находятся внутри экрана, сразу шлют сигнал в мозг прибора. И он понимает, что надо делать. Ответить на звонок или написать сообщение. Шерсти, с которой связаны перчатки, ток не пропускают. А вот если перчатки будут из чего-то другого, о, например, из сольги, оберни ей палец. Все работает. Правильно. Потому что фольга проводит электрический ток. Но ведь из нее перчатки не делают. Вот у Кати есть специальные для смартфона. А у тебя есть я, которая знает все. И как их сделать? Ой, как же вам всем все-таки со мной повезло. Нарежем из сольги нитки и прошьем твои перчатки на пальцах. Чтобы они могли проводить ток? Точно. Готово. Спасибо. Только где я теперь снегиря найду? Эх, а ты возьми фотку в интернете. Скажи, что твоя. Все, что попадает в интернет, кто-то создает. Игры делают программисты, фильмы снимают режиссеры, книги пишут писатели, а музыку – композиторы. Эти люди называются авторами. И у них есть авторское право. Это значит, что только они могут делать со своим произведением все, что захотят. Когда, например, фотограф делится на свои страницы снимками, скачивать их без спроса и загружать в другое место невежливо. А выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится. Перед тем, как использовать чей-то труд, лучше всегда спросить разрешение у его создателя. Ему будет приятно. Я что, зря старалась? Сука! Там! Па-па-па-пам! Снегирь, надевай перчатки быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела... Да! Кто знает все на свете! А, ну да! Как же нам все-таки с ней повезло! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 И что теперь делать? А, найдем фото в интернете! Ну, обязательно напишем, чей это снимок! Рентген! Профессор опять с рентгеном возится! О-о, смотри, смотри! Сейчас пойдет на Лизоньке тренироваться! Хм... На ком бы еще испытать? А, Лизонька! А? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Это для гениев, что ли? Ха-ха-ха-ха! Всем подойдет! Секрет рентгена в его лучах! Они легко проникают сквозь кожу, а через скелет не проходят! И на пленке отпечатывается его тень! Так врач может быстро увидеть на снимке трещину или перелом и сразу наложить ипс, чтобы кость срослась ровно! В общем, рентген – полезная вещь! Главное – не делать его слишком часто и всегда надевать защитную накидку! Ага! Ведь мощным лучам нет чему попадать во все вокруг! А внутри мы с тобой тоже одинаковые? Давай чудакову попросим! Пусть нас просветят! Или просвети! Ага! Забыл, как мы ему колбу разбили? А он не забыл! Тогда сами! Поближе к камере! Денис, Денис, я что у вас, подопытный кролик? Ну, ну, это же просвещение во имя науки, Лиза! Во имя науки? Да! Ну, ну ладно! Вот и чудненько! Так, садитесь вот так, отлично! Спинку прямо! Все, все, секунду! Лиза, снимаю улыбочку! Хм, у вас прекрасные гости, Лиза! А что это? А, что? Шестеренка? Мне срочно нужна помощь! Лиза, не преувеличивайте! Никакого не срочно! Я могу все объяснить! Ну? И зачем ты превратился? Сам не понял! Испугался, наверное! Дай я попробую! Снимай! Как же опустить эту камеру? Ну ты скоро! О! Есть! То есть... Нет, допрыгался! Теперь он завис! Лиза, это недоразумение! Сбой программы! Ничего не было! Вы? А вы уверены? Я уверен! Лиза, сейчас убедитесь! Так, Лиза, сидите! Только прямо сидите! Вот, хорошо! И вот... Что там? О! Оно перемещается! Скорая! Скорая! Ничего не понимаю! Из-за тебя мой снивок попал на Лизоньке! Только нечего было превращаться! Да я не хотел! Само вышло! А, так вот в чем дело! Кто вам разрешил пугать Элизию? Ой! А мы тут... Эксперимент проводим! Рентген ваш вот проверяем! Эм, да? И как? Никак! Из-за него мы в шестеренки превращаемся! Ой! Так у Фиксиков защитная реакция! Вас даже рентген не просветит! Хе-хе! Или просветит! А-а-а! Фиксиков невозможно сфотографировать! Да-да! Стоит навести на них фотоаппарат, смартфон или планшет, как они сразу же превращаются в винтики или шестеренки! Даже такой научный механизм, как рентген, тут не исключение! Ведь это не просто полезная привычка, а рефлекс! Он есть у каждого из нас с рождения! Хотя и не все про него знают! Зато сколько любопытных маленьких Фиксиков спаслись таким образом от знакомства с человеком! И не сосчитать! Хе-хе! А теперь шутки в сторону! Готовы узнать тайну, что у нас внутри! Здесь пламенный мотор, светлый ум и добрая душа! Ладно, ладно, тише, 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 тише! Вот ничего лишнего! Да, как шестеренки, мы тоже одинаковые! Опять вы! Вот я вам сейчас! Стойте! Они размножаются! Лизонька, не волнуйтесь! Вот ваши, то есть мои шестеренки, вот они! Я их в рентгене забыл! И у меня в руке ничего нет? Все в порядке! А давайте еще разок просветим! Во имя науки! Интернет-магазин Раз, два, три, взяли! Симка, ты лучше слева направо крути! Нет, справа налево надежней! Может, сами покрутите? А я посмотрю! Диссертацию? Да, диссертацию защитила! Евгений Евгеньевич! Нет, не поздравил! Ах! Я же ему сто раз напоминала! На то, на чудаком, чтобы чудить! Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали! Раз, четыре, пять... Мы починимся опять... Эй! Ого! Лучше не мешать! И как быть? Смотри, Фрик! Это что? Интернет-магазин? Ага! Профессор, наверное, цветы хотел купить! Ну, отвлекся! Предлагаю закончить за него! Сколько букета! Выберем самый большой! А это что за цифра? А, количество цветов! О, да тут уже все заполнено! Имя, адрес и номер какой-то карты! Так... Тады! Через час приедет! За покупками сейчас не обязательно ходить на рынок или в супермаркет! Одежду, еду, технику, товары для животных, все что угодно! Сегодня заказывают в интернет-магазине, не выходя из дома! Все просто! Надо выбрать товар, положить его в корзину и оплатить! Только чур вместе со взрослыми! Остается дождаться, когда покупку доставят прямо домой! Главное, указать правильный адрес! Как пахнет! Ой, записка! Чудакову Г.Е. А я-то думала... Какому Чудакову? Это вам! От него! Сейчас исправим! Ли-зань-ке! Есть! Еще букет? Ой! У меня же на эти цветы... Аллергия! Какой же у нас Чудаков рассеянный! То адресат не тот, то цветы не те! Сейчас исправим! Имя, адрес... Есть! Да что там у меня все время тренькает? В этот раз все должно сработать! Молодцы! А-а-а-а! Что? Что это такое? Что? Что случилось? От моего имени кто-то накупил кучу цветов! Не кучу, а всего три букета! Так вы не сообщили профессору? Что сообщили? Ну там Лизонька плакала, а вы заняты были... Мы решили помочь! Что помочь? Помочь потратить мои деньги! Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете бесплатно дали! А-а-а! Так вот что это за цифры были! Ну, вы же все равно хотели заказать? Да, хотел! И уже это сделал! А-а-а вы... Вы... День Евгеньевич! Вы не забыли! Можно сколько угодно тратить нарисованные деньги в настольных играх! Но в интернете будьте аккуратней! На сайтах с играми или мультиками расплачиваются настоящими деньгами, которые хранятся на карте! Взрослым ее выдают в банке или на работе! Карту удобно брать в кафе, кинотеатры, магазины! Приложил к устройству и сумма покупки у продавца! А человеку приходит сообщение, сколько денег осталось! Многие пользуются картой прямо с телефона! Ну, а главное правило юных покупателей! Хочешь что-то купить в интернете, зови старше! Ведь всего один клик, и деньги уже не вернуть! Поздравляю с защитой и диссертацией! Вы такая молодец! Спасибо! Ну, зачем было так тратиться? Для вас ничего не жалко, Лиза! Да, и уход за цветами я беру на себя! Ха-ха, поливать, удобрять! Каждый день! Но не забудьте, поливать лучше справа налево! Вечный двигатель Мы первые! Никто к знаниям не тянется! Привет, Фрик! Привет, Гик! Пока, Фрик! Пока, Гик! Ты куда? А урок? У Игрека заслуженный выходной! Ах, что придумал! Дворники для очок? О, очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте! Ха-ха, мы уже кое над чем работаем! Тоже изобретаете? Да, покруче твоих дворников! Любопытно! Завтра покажете? Ха-ха, да без проблем! А пока, извольте, идти в класс! Интересно! Но я тебе вчера выходной дал, чтобы отдыхать, а не работать! Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут! Один! А Гик скоро придет! Ну, а не будем ждать! Наш вечный двигатель представлю я! Перпетум модуле! Чего? Показывай, показывай! Готовы! Та-дам! Ну, я домой! Да? Но вечных двигателей не существует! Представьте, как было бы здорово иметь вечный двигатель! Один раз запустил такую машину, и она бесконечно переносит груз, запускает воду по трубам, дает тепло и свет! Все это без остановки, зарядки или заправки! Ученые веками пытались создать такой механизм, но пока ни одна попытка не увенчалась успехом! Ведь сама идея вечного двигателя противоречит законам физики! Опять ты умничаешь! Но работает же! Надо разобраться! Чего разбираться-то? И вообще, мы обещали, мы сделали! Оставайся изучать! А мы на урок! Да он же без меня все сломает! И ты оставайся! Так, это я проверил! Не устал? Мы уже часто торчим! Вы его к розетке подключили! Где провод? Тебе надо, ты ищи! А-а-а! Где-то потайная подача воздуха! Или колесо само крутится! Понимаешь? Само! Бесполезно! Может, хватит, а? Ха! Устанавливается! А-а-а! Показалось! Все, проверка окончена! Это странно, но вы правда изобрели вечный двигатель! Ох, дошло наконец! Давай, дом бы к профессору! А я домой! Что так долго? Я чуть не умер! Сам покрути! Расслабься! Выходной наш! О-о-о-о! Гиг! А ты долго продержался! Многие изобретатели хотят создать что-то гениальное и прославиться на весь мир! Только не у всех получается! С давних пор ходили легенды о философском камне, который превращает любой металл в золото! А алхимики почем зря мешали всякую всячину лишь бы добыть его! А в древнем Китае император жаждал получить эликсир бессмертия, ведь человек, выпивший его, обретет вечную жизнь! Сколько шарлатанов пришло к царю, чтобы объявить, я нашел уникальный рецепт с надобием! Но мы-то с вами знаем, что такого рецепта не существует! А настоящий ученый живет не ради славы, а ради науки! Вот как это работает! Умно! Все-таки придется вам дать выходной! Мне уже больничный нужен! А эликсир вечной молодости вы тоже можете сделать? Два выходных, и он у вас в кармане! Автопилот Налево, направо, вперед! Фрид, и давно ты разговариваешь с фиксибордом? Зря смеешься! Вот сейчас автопилот настроил, и он меня будет сам возить! Я ему говорю, а он едет! Автопилоту не нужно говорить, куда ехать! Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет летел без пилота, поезд ехал без машиниста, а автомобиль без водителя? Такое бывает! Иногда машину ведет специальная программа Автопилот! Захотел человек отдохнуть? Включил автопилот, и транспорт едет сам! Но только по курсу, который задал водитель! Это помогает и сэкономить силы, и не сбиться с пути, если дорога длинная! Зря старался! Я и без тебя знал! Просто забыл! Ага! Думаешь, самый умный? Да! Умнее тебя! А! А у меня голова больше! Проверим? Давай! Мелковато! Дай-ка я! А так? Ты мерить не умеешь! Ты тоже! Во! Сейчас точно измерим! Так тоже не пойдет! Ох! Будем мериться колпачками! Чья голова внутрь не пролезет, тот и умнее! Я первый об этом подумал! А я первый сделаю! А вот ты нет! Ха-ха-ха! Оп! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сам попробуй! Надо что-то поменьше! Видал? Как влитой! Ты точно утонешь! Не-не-не! Тяни! Там полно места! Дальше не пролезает! Ха-ха! Победа! Не считается! Ты тоже перемеривай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ладно, дурака валять! Все равно проиграл! Правда! Э-э-э! Не снимается! Помогай! А-э-эй-яй! А если открутить? Умно! Еще идеи есть? Э-э-э-э! Пилу и разрезать! Это все, что придумала твоя большая голова? А-э-э-э-э! А-э-э-э-э! Бежим за помощью к Басе! Здорово! Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи, думай сам! Отлично! Я по памяти доберусь! Она тоже как автопилот работает! Эй! Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает! Тогда ты будешь моим автопилотом! Вперед! Современные машины стали очень самостоятельными! И речь не только про самолеты с автопилотом! На фабриках и в магазинах наравне с людьми уже давно работают роботы! Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гости и исследуют другие планеты! А некоторые из них рисуют, сочиняют стихи и даже могут сами освоить музыкальный инструмент! Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли! Ведь даже у очень продвинутых роботов нет самого главного! Воображения! Как и умение чувствовать, размышлять и мечтать! Это доступно только людям! И не поддается программированию! Давай, давай! Еще чуть-чуть! Вот уж не думал, что быть автопилотом так тяжело! Где же Бося? Я тут! Гик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее! Я выиграл! Засунуть голову туда? Умно! Очень умно! Вот и я тоже не понимаю! Как тебе это удалось? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok